11.30 вы смотрите лайв и мы продолжаем. Председатель ЦИКа Элла Памфилова надеется, что россияне смогут завтра спокойно проголосовать на территории Украины. При этом, по ее словам, именно украинская сторона должна там обеспечивать порядок. Также накануне думских выборов глава Центра избиркома заявила, что в ЦИКе надеются подсчитать голоса максимально оперативно, но не в ущерб точности. Избирательной комиссии будет чем заняться и до, и после выборов. Мы не собираемся успокаиваться по итогам той кампании, которая вот сейчас идет. Мы, конечно, очень серьезно будем работать вновь над ошибками. Будем выявлять все сложности, недостатки, с которыми столкнулись, для того, чтобы бои немало, естественно. И будем разбираться со всеми, кто критикует те или иные моменты, для того, чтобы повышать доверие наших граждан к этому процессу избирательному. Ну, выборы только завтра, а сегодня на всей территории России день тишины. Накануне выборов в Госдуму запрещена абсолютно любая реклама и агитация. Это и прямая реклама в СМИ, и призывы голосовать за конкретных кандидатов, ну и проведение партийных акций, митингов, а также расклеивание новых плакатов и листовок. Старой наружной рекламе позволено оставаться на столбах, билбордах, растяжках. Правда, такая реклама должна быть не ближе 50 метров от входа в избирательные участки. Сами выборы в Госдуму на Дальнем Востоке начнутся. В Москве в это время будет 11 вечера. В течение голосования агитация также запрещена. Кроме того, завтра выбирают новый состав, помимо нового состава Госдумы, еще и десятков региональных парламентов состав. В избирательном бюллетене всего 14 партий. Впервые после воссоединения с нами, кстати, проголосует и Крым.